Дорогая Церковь Дорогая Церковь Я вспоминаю, это было очень-очень давно, тогда, когда мы жили еще в Советском Союзе, я был совсем, наверное, подростком, и тогда были очень редкие гости из-за рубежа. И я как-то вспоминаю, у нас был один брат, он учился впоследствии в нашем медицинском институте, университете. И когда он начал, уже немножко освоил русский язык, это был верующий христианин из одной из африканских стран, темнокожий брат. Когда он начал немножко проповедовать, ну, как он мог уже, он приходил в собрания, смотрел на людей, это были те годы. И когда он выходил на кафедру, первое, что у него было слово, он внимательно смотрел, он не мог правильно сказать слово «улыбайтесь». Он так с добротой, он говорил «улыбайтесь, братья и сестры». И каждый раз он говорил это слово. И вы знаете, люди начали улыбаться церкви, глядя на него, на его радостное лицо, на слово, которое он проповедовал, потому что понимали, что за этой улыбкой стоит нечто большее, чем просто хорошее настроение или эмоции. Братья и сестры, у меня сегодня вопрос. Как вы думаете, верующие люди всегда должны радоваться? Я не спросил улыбаться. Всегда. Апостол Павел, обратите внимание, он говорит такие слова «радуйтесь всегда». И еще говорю «радуйтесь». Я правильно процитировал текст? Неправильно. Я упустил самое главное, братья и сестры. Если мы устраним из этого текста фундамент нашей радости, источник нашей радости, апостол Павел говорит «в Господе только есть всегда радость». Почему, друзья? Потому что мы понимаем, что на этой земле, в этой жизни есть много разновидностей радости, которые разделяют все люди. И верующие, и неверующие. Есть радостные праздники, события в семье, рождение ребенка, замужество или бракосочетание наших детей, наших родных, близких. Мы тоже, все люди разделяют радость. Совместный отпуск с семьей, с детками. И много-много хороших, приятных событий в жизни. Мы говорим «радостный день сегодня», «радостный праздник». Друзья, но с одной пометкой, с одной особенностью. Друзья, мы должны понимать, что эти радости временные. Такие праздники, правда, они не длятся всю жизнь. Заканчиваются и свадьбы, и детки вырастают. И многие-многие события они приносят в нашу жизнь. Не только радости, но и переживания, и скорби. Поэтому мы должны понимать, что есть временная радость, все эти перечисленные вещи. И в этом проблема людей многих. Потому что на земле человек, который Господь создал и вложил в него вот эту потребность, в радости настоящей, истинной, неприходящей, вечной, люди утратили ее через грехопадение. И люди ищут, одним из самых больших мотиваторов в жизни людей, это поиск счастья, поиск радости. Пусть даже не осознанно, но люди стремятся и готовы платить огромные деньги для того, чтобы хотя бы какое-то время, ну, порадоваться. Пусть это будет и временная радость, о которой пишет апостол Павел, это совершенно другая радость. Это радость, которая не связана с какими-то внешними обстоятельствами. Она не связана с чувствами, хотя христианская радость имеет чувства. Почему? Потому что христианская радость, она основана не на чувствах, в первую очередь, подчеркиваю, а на вере. Христианская радость источником имеет в себе, друзья, вечный, неприходящий, имеет личность, живую личность, живой Бог, Господь Иисус Христос. Иисус Христос, согласитесь, мы тоже, как люди верующие, можем испытывать и чувствовать печаль, страх или боль, когда мы смотрим на мир, в котором мы живем, на переживания, то, что происходит сегодня. Мы разделяем горе и печаль наших близких, родных, которые сегодня, может быть, постигли, постигло какое-то испытание. И мы тоже испытываем, мы чувствуем боль, друзья. Но, согласитесь, когда наша вера, когда наша вера имеет под собой основания, и наша вера покоится на уверенности в том, что Бог контролирует весь этот мир, все обстоятельства, и все направляет к своей славе и к благу нашему, друзья, что приходит в наше сердце? Приходит покой, приходит этот внутренний мир, приходит эта радость, о которой говорит апостол Павел. И вместе с Давидом мы можем сказать в 15-м псалме, 11-й стих, Давид говорит так, «Ты укажешь мне путь жизни». Обратите внимание на следующие слова. «Полнота радостей пред лицом Твоим». Не просто какая-то временная, какая-то, знаете, сиюминутная, проходящая, но полнота радостей, которые Боге есть. Она говорит, Давид говорит, пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. Радость, о которой говорит апостол Павел в послании филиппийцам, это особая радость. Давайте обратим наше внимание, внимательно на этот текст еще раз. «Радуйтесь всегда в Господе». И еще говорю, радуйтесь. Уберите Господь, уберите слово в Господе, друзья. Сколько можно призывать, радуйтесь, радуйтесь. Сегодня люди мира этого говорят, не переживайте, будет что-то лучше. Радуйтесь, друзья. Нету основания, нету истинного, неприходящего, вечного, настоящего источника радости. Давайте вспомним интересное событие. Этот стих записан в послании к филиппийской церкви. Помните, что связывало апостола Павла с городом Филиппы? Да, это был тот город, куда апостол Павел пошел по вдохновению Духа Святого, когда муж македонянин во сне явился. «Приди и помоги нам», было видение. И он отправился туда, апостол Павел из сила. Он проповедовал Евангелие, там была освобождена женщина от Духа Прорицания. И тогда апостола Павла из сила взяли и подвергли страшной казни. Их били палками, затем вергли в тюрьму. Ноги были их в колоде. Друзья, уж какая здесь радость может быть, когда все тело болит, избито, раны кровоточат. Друзья, что интересно происходит, 16 глава, 25 стих показывает истинное состояние, внутреннее состояние апостола Павла из силы. Смотрите, около полуночи Павел из сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слышали их. Тело болит, страдает, а Дух внутри радуется и воспевает Господа. Что же так вдохновляло Павла при этих неблагоприятных обстоятельствах? Друзья, еще одна мысль очень важная. Хочу обратить внимание ваше и свое радость, о которой говорит Павел, друзья. Это плод Духа. Это очень важно. Радость, о которой говорит апостол Павел, в Господе, это плод, прежде всего, Духа. Наш возрожденный Дух, соединенный с Господом. Тот внутренний человек, который живет Христом, пребывает во Христе, соединен Христом, в союзе со Христом, друзья. Он не может быть подавлен. В Нем могут приходить горе, печали, неудачи и страдания. Но сердце его будет радоваться даже в самых глубоких страданиях. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в 2-м послании к Коринфянам, в 8-й главе, он пишет о церквях македонских. И он приводит их в пример и вот описывает не просто какую-то личность. Обратите внимание, он говорит о всех церквях македонских. Сколько было, мы не знаем. И он пишет так, 2-й стих, 8-я глава, 2-го послания к Коринфянам. Ибо они среди великого испытания скорбями призабилуют чем? Радостью. Ну, хорошо бы терпением сказал, либо еще каким-то качеством. Призабилуют среди этого испытания скорбями радостью. Глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Друзья, по-человечески это невозможно, потому что мы люди. Вот и в этом-то и есть глубокая разница между людьми, которые не знают Господа, не спасенными, не рожденными, и те, кто могут сказать, радуйтесь в Господе, еще говорю радуйтесь. Кто-то сказал такие слова прекрасные. Когда легко и радостно жить? Вопрос. Когда в сердце ничего нет, кроме Бога? А когда жить тяжело и мучительно? Когда у тебя все есть, а Бога нет? Евангелие Иисуса Христа, братья и сестры, это радостная весть. Евангелие Иисуса Христа, который провозглашается в течение этих уже тысячелетий, это радостная весть. При любых обстоятельствах, обратите внимание, в церкви проповедуется, на похоронах проповедуют христиане радости, в госпиталях, когда болеют люди, на бракосочетаниях, в мирное время, когда идет война в окопах, проповедуется радостная весть, потому что это Евангелие благодати Божией. Истинная радость в Господе начинается, прежде всего, друзья, с нашего спасения. Неспасенный человек, он не может иметь вечную, неприходящую радость в Господе. Темничный страж, который уверовал после проповеди апостола Павла и Силы, когда они были в темнице, деяния апостола, которые мы только что прочитали, написано так, 16 глава, 34 стих, он, когда был спасенный, возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Человек спасенный, он человек радостный. Это видно и на его лице, в его жизни. Радость в Господе – это радость, когда Евангелие достигает не только твоего сердца, но и достигает других людей. Когда мы слышим, что кто-то спасен, это тоже радость общая. В Евангелии от Луки, 15 глава, Христос посвятил три примера, три события, три случая о спасении. Помните? И все три случая, которые описываются о потерянной Драхме, потерянном сыне и потерянной овечке, они заканчиваются как? Они заканчиваются радостью и торжеством. Овца найдена, Драхмана найдена, блудный сын возвращен в дом. Пришла радость. Радость в Господе – это радость, связанная, братья сестры, с исполнением Духа Святого. Человек верующий, который исполнит Духа Святого, он имеет радость в Господе. Когда мы читаем в Деянии апостолов, когда сошел Дух Святой на апостолов, на тех, которые были с ними, обратите внимание, люди не могли понять причины их особой радости и торжества, и обвинили их, неправильно обвинили, они думали, что они напили сладкого вина. Вот в людей была такая неправильная оценка, но это было торжество Духа. Когда Дух Святой сошел на апостолов, они дерзновением проповедовали и свидетельствовали. Радость в Господе присутствует даже в скорбях, гонениях и переживаниях. Апостол Павел в послании к евреям, 10 глава, 34 стих, он говорит так, «Ибо вы определенным людям пишет, ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью». Почему? Друзья, давайте представим ситуацию. Мы возвращаемся домой от дома бедствия. Сохрани Господь, я не желаю никому. Но так произошло и происходит сегодня. Не всегда мы готовы реагировать правильно. Представляете, эти люди, эти дети Божьи, расхищение имения было связано не просто конфисковали, насилие, может быть, оскорбление, расхитили. Они принялись радостью. Почему? Потому что знали, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Друзья, вот что значит быть радость в Господе. Позвольте один короткий пример перед нашей молитвой. Многим известным нам имя, известного писателя Александра Солженицына. У него есть одно произведение, которое он написал, называется так. «Один день Ивана Денисовича». Читали, наверное, да? Это стала классика, переведена на множество языков. По сути дела, описывает историю человека, фронтовик, который был в плену, вернулся в те годы страшные, был посажен в те страшные годы на много лет, не знаю сколько, 10 лет или больше лет, проходил там ссылку в этих страшных условиях. Но ценность этого произведения для меня лично, братья и сестры, в другом, нисколько об этом человеке. Великий писатель обратил внимание и пишет об одной личности удивительно. Называет его Леша Баптист, кто читал, который находился близко с этим человеком, позвольте прочитать некоторые выдержку, очень кратенькую, этого человека, Иван Денисович, Шухов его была фамилия. И вот этот писатель описывает один момент очень важен. Раннее утро, наверное, Колыма или ГУЛАГ где-то было, минус 50. Люди идут, эти арестованные люди, заключенные идут на работу ранним утром. И он пишет так. Рядом с Шуховым Леша смотрит на солнце и радуется. Улыбка на губы, щеки валеные. На пайке сидит, нигде не подрабатывает. Чему ему радоваться? Вопрос задает. По воскресеньям все с другими баптистами шепчется. С них лагеря, как с гуся вода. Им по 25 лет вкатили за их баптистскую веру. Неужто думают, что так их от веры отвадят? Не отвадят, братья и сестры. Но я хочу сказать немножко больше, друзья. В этого Леши Баптиста есть конкретное имя. Не только в этой повести. Этого Леши Баптиста зовут, персонаж его, его зовут Леонид Васильевич Светлов, который прожил долгую жизнь, долгие годы. Даже был членом церкви, вот Володя и Аня находятся с нами, в их церкви, Пилигрим, Спакене. И ушел в вечность. В 94-м году, в 18-м году ушел в вечность. Удивительная личность, братья и сестры. Обратите внимание, как Бог использовал этого брата, юношу. Чему радуется? Минус 50 страшные нечеловеческие условия. Знаете, чему? Плод же Духа – любовь, а вторая, какая идет качество – радость. Где? Везде. Потому что Христа нельзя отнять. Потому что источник истинной радости, которая и в плену, и в морозе, и при страшной жаре, при любых обстоятельствах невозможно забрать. Как отделить Христа от радости? Знаете, прочитал недавно одна социологическая компания или группа людей, которые делают опросы. Они поставили такой вопрос в одной стране, не в Америке. Они поставили такой вопрос определить группу людей в обществе, в людей, которые особо, скажем так, вот они радостные. Ну, например, группа деток или еще где-то, какая-то группа людей. И когда они сделали опрос, то в число людей, которые не входят, не вошли христиане и церковь. Я не знаю почему-то, но это тоже вопрос. Безусловно, не всегда на лице можно показать радость. Но когда внутри, в сердце человека есть Христос и есть плод Духа, он обязательно будет проявляться. Я бы сказал, что все-таки христианство, вот самый правильный синоним христианства, слово, это радость, правда. Потому что христианская жизнь, христианская вера, это радостное. Почему бывает отсутствие радости в нашей жизни, друзья, в христиан, в детей Божьих? Я думаю, что происходит тогда, когда отсутствуют правильные гармоничные отношения с нашим Богом. После своего падения, помните, Давид, псалмы Давида наполнены этой радостью. Но после его падения, в 50-м псалме есть одна особая просьба Давида, где он молится Господу и просит, «Возврати мне что? Возврати мне радость спасения Твоего». Настолько это ценно для Давида было, братья и сестры. Господи, ну ты спаси, прости. Нет, он понимал, что вот эта гармония, вот эта полнота радости при лицом Господа может быть только тогда, когда есть радость. Он знал, что он простил Господь его, но он хотел это внутреннее свидетельство. И он молится, «Возврати мне, Господи, радость спасения Твоего». Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, возможно, кто-то утратил радость, радость в Господе, радость спасения. Возможно, праздник не только, я не говорю, что кто-то, может, упал в грех, жизнь, обстоятельства, отсутствие, может быть, общения, отсутствие правильных взаимоотношений с источником радости лишили. Друзья, у нас есть возможность, у нас есть привилегия, у нас есть право прийти сегодня к Господу и в новом молитве попросить Господь, «Возврати мне». Я хочу сегодня иметь торжество в Тебе. Я хочу иметь Тебе радость в Тебе. Итак, радость в Господе – это радость нашего спасения. Это радость спасения других людей. Это радость исполнения Духом Святым. Это радость в скорбях и переживаниях. Это радость о предстоящей, вечной радости с нашим Господом в небесах. Аминь. Помолимся Господу. Субтитры создавал DimaTorzok